шалом дорогие друзья я с вами из студии уазис хайфа израиль и для меня привилегия преподавать эту тему тикун улам или исправление мира я еще раз прошу прощения что так уж получилось я думал 8 уроков уложусь а здесь получается на восьмом уроке я примерно только на середине или немножко перешел дальше но так уж получается не все мы совершенны к сожалению и несколько слов для повторения и так я рассказывал про деградацию мира и как все это опускалась вниз превосходного состояния с перфекту с еврейского выражения то в мед очень супер хорошо до состояния вавилон и я перевел слово вавилон двумя переводами один это древний аккадский перевод обозначающий врата богов то есть люди сказали соединимся вместе сделаем себе имя против бога будем как боги примерно та же темка с которой в свое время змей смутил еву но бог это же слово обернул в другую плоскость потому что на иврите вавилон происходит от слова либо льбель а либо льбель это состояние конфуза смятение не знаешь куда двигаться и мы начали изучать как вот в компенсацию вот этого смятения тьмы которая покрыла народы господь воздвигает для себя народ семьдесят первые народы я вам показывал как я считаю семьдесят первый народ от авраама год я тебя произведу народ исайя про этот народ говорит устами господа ты израиль молот или инструмент в моих руках сокрушать горы грех тьму то человеческая тот человеческий выбор зайти во тьму и мы будем двигаться дальше и я использовал такие слова как анти вавилон или божий народ или как хотите называйте израиль божий что хотите называйте главное чтоб вы поняли концепт и я напомню может быть некоторые же подзабыли что ключевым стихом который я привел для при начале при начале разбора данной темы было и деяние 3 глава 21 стих там где сказано что господь восстановит все с приходом ешуа машеха то есть до него до этого прихода начну включится силы исправления и закончится с моментом его царственного возвращения на землю царя царей и господа господ и вот мы начали учить как этот вот простите анти вавилон этот шаг восстановление в аврааме стал происходить и я использовал такую слой такой слой как трансформация помните авраам заключил бизнес-союз давай с тобой будем ты на меня я на тебя с богом но трансформации от святого духа начинала происходить в нем и вдруг тот бизнес партнер творца становится слугою и другом господа помните такое выражение утаю ли чего-либо от друга моего и потом мы пришли к моменту когда авраам уже даже не в положении слуги и друга но для него величайшая привилегия и честь быть рабом господним и он даже соглашается принести в жертву своего сына и мы разбирали это ключевая точка она называется на иврите акида от слова лакет связывать когда он связал своего сына положил на жертвенник и хотел его принести в жертву очень интересно что один из мидрашей говорит что с первого удара авраам убил а ицхака и господь его тут же воскресил авраам в стрессе я я сделал это мне нужно еще раз еще раз поднимает руку и ангел его останавливает и то пролившаяся от первого удара кровь ицхака по некоторым еврейским интерпретациям до сегодняшнего дня является искупительной кровью для еврейского народа то есть не кровь последствий закланных жертв по торе но именно крови цхака и я честно говоря в этот мидраж не очень верю я все-таки более буква лист о чем писание говорят что один раз бог авраам хотел ударить своего сына и бог не дал но только подумайте пророческую мессианскую аналогию которая просто прошита в еврейском в еврейской вере в бога в ожидании машиха искупителя насколько сильно это говорит об еще и мы разговаривали дальше что из-за этого действия господь сделал что-то невероятное он он творец всего клялся своему рабу творению это как я не знаю вот я пользуюсь мобильным телефоном на который мне как раз сейчас кто-то звонит непонятного номера но как будто бы вот мой мобильник и я клянусь моему мобильнику что его буду вечно хранить я его не буду вечно хранить выйдет новая модель я его легко поменяю но бог творец всего просто представьте концепт он поклялся творному это вообще невероятная вещь и он дал аврааму тройственную клятву первое что он его размножить и его дети авраама будут из двух частей состоять как звезды и как песок и здесь вопрос не только численности или числа но и некоторых ну простите меня расовых принадлежностей или говоря новозаветным языком дети авраама по крови и дети авраама через веру вешуа машинах а потому что галатам говорит вы через ешуа машинах а стали детьми аврааму или как павел говорит в послании ефесянам вы бывшие далеко многие говорят далеко от бога нет там не про бога говорится бывшие далеко от обетований которые бог дал израилю вы бывшие далеко от израиля и от обетования израилю стали близки кровью ешуа маших это интереснейший концепт итак первое твои дети будут из двух народов еще тоже говорит об этом у меня есть еще стадо другого плана второе твои потомки здесь имеется в виду и евреи не евреи которые искренне следуют за богом и составляют в аврааме услышьте меня этот анти вавилон сокрушат врага врата врагов то есть сокрушат зло вот где борьба тьмы и света не между богом и дьяволом этого не может быть потому что совершенно разные категории но между человеческий рожденным злом и от бога пришедшим в человечество искуплением и добром которые мы должны распространять как павел говорит как благоухание господне и третья часть клятвы которые бог дал аврааму всеми не твоем благословятся все народы мира и апостол павел вот эту строку истолковывает всеми не твоем как бы говоря об одном о машине еще то есть здесь мы видим просто как пред авраамом раскрывается будущее для всех его потомков чтобы они могли знать это как бы границы где куда в какую сторону мы все двигаем и двигаемся ну а сейчас мы будем продолжать дальше и сейчас мы поговорим о других патриархах если успеем обо всех мы поговорим об исхаки сыне авраама которого некоторые проповедники удосуживаются назвать обжора исхак обжора исхак то что он сказал принесите мне там серну или это я хочу дичи какой-то покушать из этого он стал обжорой слепым обжора но это просто бред мы поговорим об сави и об иакове немного но давайте двигаться дальше помните я прошлый урок истолковал что когда исхак взошел на жертвенник он не был 12 или 7 или пятилетним мальчиком которого отец поманил я тебе куплю пиццу ход и ты будешь с кока-колой и и пить а потом он завел нет авра и тхак был в это время может быть 35 36 37 лет ему было примерно и это был осознанный шаг как авраама приносящего в жертву своего сына так и сына приносящего себя в жертву по слову господа чтобы для отца и его потомков было благословение ну короче сумасшедший дом и это пугающие вещи но это реальность которой они жили я повторюсь что когда авраам хотел заколоть своего сына как некоторые говорят он знал что тут же его бог воскресит я думаю он верил воскресенье но в день он и и для него сделать это было это просто катастрофа это эмоции все окей мы двигаемся дальше и 24 глава бытия она очень интересная авраам почувствовал свое старение и говорит своему рабу слушай я становлюсь старше а мой сын и цхак еще не женат надо мне позаботиться чтобы у него была жена и они все были большими противниками я имею патриархи женить бы своих детей с местными кто были местные местные были хана ней там у хана не было семь разных народов позднее народу израиля было приказано истребить эти семь ханаанских народов из-за проклятия но я я уже объяснял эту вещь и возможно мы поговорим дальше ли если вы зайдете на наш сайт оазис медиа вчера в проповеди я как раз учил на эту тему и не из этих народов и авраам говорит или эйзер или эйзер севрита обозначает бог мой помощник элиэзер это был слуга авраама который присоединился к клану авраама он был человек вообще из территории современной сирии из дамаска и он ему нравилась вера авраама и даже были возможно варианты в начале когда авраам был бездетен что именно или эйзер станет его преемником и помним все эти разговоры но вот или эйзер это как главный помощник управитель авраама и он посылается своим господином за невестой и авраам снаряжает большой караван он был богатый человек богатейший человек тех времен ближнего востока мы читали про это несколько свидетельств и вот с 10 стиха 24 главы взял раб из верблюдов господина свою 10 верблюдов это как сегодня взять караван из 10 мерседесов и сокровища господина и встал и пошел вместо пота вместо потами в город на хора остановился у колодезя и сказал господи боже моего господина авраама пошли мне сегодня и и сотвори милость господином моим авраам вот я стою источника и дочери жителей города выходят черпать воду и девица которая скажу так то и так то я думаю что многие молодые ребята и на немолодые наверное мечтали так примерно жениться я поеду в такую-то страну и вот подойду где я хочу купить газированную воду и я скажу вот да она скажет я те сама плачу и налью тебе полный стакан кока-колы окажется что она из верующей семьи уважаемая и родители богатые и все такое но не всегда так получается в данном случае получилось и вот здесь написано 15 стих еще не перестал он говорить и вот вышла ребека или ревека которая была родственница то есть она была внучка до внучка брата брата авраама то есть дальняя родственница ну послушайте это конечно не кока-кола и не газированная вода в киоске но в данном случае вещи обостряются тем что мы видим как творец созидает из уникальных людей начала народа которое должно послужить в будущем к избавлению мира это очень напоминает ту притчу про которую ешуа говорил кто строит дом на песке дом развалится кто строит на скале устоит то есть мы видим как премудрость божья складывает вот эту скалу и ни в коем случае чтобы жена не было из нечестивых потому что хана не непонятно чем занимались и мы потом увидим что только когда один из внуков авраама рискнул связаться с хана не ими начались у него большие проблемы это был иуда он него родилось трое сыновей двое почти сразу ну повзрослев умерли потому что несли в себе больше генофонда хана нейки и бунтовали против планов божьих о созидании колен израилевых и ну помним это ладно двигаемся дальше двадцать девятый стих этой же 24 главы у ревеки был брат лаван он выбежал посмотреть кто там разговаривал с сестрой кто на ее руки навешал такие золотые запястья и украшения многие говорят что лаван был хоть слово его обозначает лаван или белый убеленный и возможно это потому что он рано посидел но я интерпретирую свободно в данном случае и лаван часто в библии отождествляется с храмом иерусалимским даже слова ливан страна в библии записано как лаван и часто лаван я повторяюсь это слово применяется к иерусалимскому храму беляющий от грехов но этот лаван не был вполне таким уж демократичным и хорошим парнем он увидел что кто-то подарил его сестре кучу драгоценностей и возможно кандидатура будет хорошая потому что наверно дадут хороший колым и он сказал ладно короче говоря мы видим что они спросили желание с ревеки и она сказала да пойду хочу от вас некоторые интерпретаторы говорят что ей было тяжковато и хоть это была семья но двоюродный брат или брат авраама 2 двоюродный дядя неважно и были там какие-то правильные вещи все равно они были идолопоклонники потому что из той семьи авраам ушел по слову господню а ее внутренность тяготила к святости я очень верю в это я верю что одна из наших праматерей по имени ребека она была особенным сосудом в руках господа бога об этом мы увидим позднее и она ушла к дяде про которого наверно слышали все что он стал великим человеком и господним князем одно место писания если не ошибаюсь 23 главе бытия сказано ты князь господин посреди нас и вот его сын ищет жену и она пошла выйти замуж за своего двоюродного дядю ну я так сейчас на ходу не хочу фантазировать сами посчитайте за кого и мы читаем что в шестьдесят третьем стихе двадцать четвертой главы рифка ревека совра с лезером возвращаются и исаак в это время вышел в поле поразмыслить он жил уединенно и некоторые толкователи говорят что этот эксперимент на жертвеннике подействовал психологически на него очень тяжело люди которые часто бывают в боевых сражениях и бывают близки к смерти иногда впадают так называемый лим кров или боевой шок и часто это сопровождает людей многие годы в аврау и цхака был примерно такой опыт и вполне вероятно что это была психологическая травма и он замкнулся в себе жил отдаленно возможно заведовал каким-нибудь оттаром который ему поручил его отец чтобы парень восстанавливался хотя некоторые считают по числам он уже там не такой уже парень был ему же лет под 60 было здесь в данном отрывке но это не знаю как считают есть разные подходы к этому счету неважно и вот ребека взглянула пись 64 стих увидела и цхака и спустилась верблюда на иврите написано упала сверблюда что упала сверблюда но увидела и цхака и молодая девушка подняла руки вау и отпустила по воде и бум просто свалилась верблюда но опять-таки я фантазирую но неважно раб их представил 67 стих говорит и вел ее и цхак в шатер сары матери своей и взял ребеку и она сделалась его женой и возлюбил ее и утешился и цхак в печали по матери своей но здесь я просто хоть ах обязан просто интерпретировать эти слова как пророчество для всех жен слушайте если вы вдруг иногда чувствуете что что-то не то с вашим мужем и он опечалился или впал депрессию еще во что то 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 знаете что вы все дочери ривки ребеки и каждый из вас может исцелить депрессию своего мужа вот у цхака это случилось и если кому-то из вас нужно тоже у него получится мы переходим в 25 главу я говорю как бы простых вещах но мы видим как господь отвечает даже на маленькие молитвы ну идем дальше и взял аврам 25 глава еще одну жену хитуру кетура от слова кетер кетер это корона некоторые переводят и говорят что хитура это та же самая агарь что и цхак пошел и вернул агарь которую изгнал авраам по просьбе сары это одно из мнений есть другое мнение что кетура она была из сыновей ефета агарь она была митрианка из египта египтянка то есть и сыновей хама а это и сыновей ефета она родила хитура непонятно кто она но не важно она ее авраам взял как вторую жену как жену сара умерла и родила она ему земрана йокшана медана медиана и тзбака шувка и так далее если вы посчитаете здесь шесть сыновей запоминаете мадиан помните под слив в будущем будут проблемы между израилем и мадианом то есть это по сути все родственные конфликты может быть мы коснемся их когда будем говорить про иосифа и выход из египта а может быть и не будем потому что это не совсем тема касающиеся текуну лам исправления мира но на каком-то этапе авраам отдает 5 стих все что у него было и цхаку по пророчеству ему было пророчество от сары сын наследует все то есть в тебе я создам много народов но один народ будет народом искупление анти вавилоном мы видим как все направляется в сторону изра израэль не смысле человека а народа а сынам наложниц которые были у авраама дал авраам подарки отослал их от исаака чтобы не крутили ему мозг и не делились с ним на восток и кедем в сторону востока знаете что я не буду утверждать однозначно это больше слухи но есть мнение что вот эти одаренные дарами и я не уверен что здесь были только деньги но какие-то премудрости которые авраам подчерпывал не только из традиции народов которых он жил но и напрямую от господа бога эти одаренные его дети от китур или хитуры по русски пошли на востоке стали значительными людьми и на тому есть целый ряд намеков я вам дам три намека но может быть есть больше напишите в чате мы можем порассуждать на эту тему хоть и не обязательно рассуждать но иди вы можете кстати не соглашаться с этой идеей но я слышал ее и отношусь к этому окей ладно вот еще информация допустим индия там на селе там население страны разделено на касты от самых низших каст до самых высших каст и обычно высшая каста они более светлокожие их называют брахманы и один человек мне сказал если добавить только впереди брахманов одну с одну букву а а брахманы последовало наследники абрахама авраама вполне возможно что это были люди которые были из детей хитуры если мы говорим про японию я в ней бывал неоднократно очень люблю ту страну и людей которые там живут ну со всеми там не пересекался но с верующими и они качественные все люди то они мне рассказывали такую вещь что в японии по религиозным ритуалам есть один обрезанный человек но наверное есть разумеется больше по медицинским соображениям но официально по религиозным соображениям обрезан только император я бывал в тайване много раз и там чисто китайская культура даже в некоторых отношениях более древние китайская чем в самом материковом китае потому что сегодня материковый китай прошел ряд трансформации в языке в облегчении короче говоря китайские иероглифы содержат в себе массу еврейских и библейских концептов жертва искупления мне показывали это я не могу повторить потому что увы китайским никак не владею но мне показывал брат из тайваня и не один притом брат многие показывали короче говоря вот это вот авраамова влияние на сынового востока прослеживается в разных местах и так дней жизни авраама было 175 лет и он скончался авраам умер в доброй старости насыщены жизнью и погребли его исаак и измаил в пещере махпела я вам рассказывал прошлые уроки что я был в пещере махпела буквально пару недель назад но здесь интересно заметить исаак и измаил то есть они были в конфликте измаил над смехался над исхаком говоря что ты мамзер незаконно рождены и надо в рамом что твоя жена любимая согрешила и он их выгнал как отступников но данный стих говорит пришел похоронить отца это не только как иногда бывало ладно выпьем по одной товарищ мой это потому что он совершил чува он раскаялся в своих словах он признал первенство исхака и для него была честь прийти вместе с исхаком похоронить своего отца и он был похоронен в той же пещере если вы захотите я могу вам выставить фотографии или зайдите ко мне на веб-сайт не на веб-сайт прошу прощения фейсбук я там выставил фотографии с пещеры махпела мы продолжаем идти дальше и мы сейчас заходим в следующие стихи 25 главы исхак живет со своей женой она не беременеет и там некоторые считают что это было продел продолжительное время и в святой человек святой брак особенный человек я еще раз хочу повториться исхак он был супер особенный человек мы еще коснемся этого места что он был супер особенный потому что он был на жертвеннике позднее когда был опять голод его господь даже в отличие от авраама в митраем не допустил в египет говорит здесь будь ты особенный восходил на жертвенник но вот здесь вот даже у особенных людей не всегда все сразу получается и написанный молился исхак господа жене своей в иврите написано в виду своей жены то есть она видела к он молится они возможно руки на нее возлагал я свидетель как мои друзья они переехали из англии в израиль много лет хорошая пара не могли иметь ребенка и слава богу он молился в виду своей жены и у них есть дитя сейчас я хочу ободрить многих из вас иногда берет время молитесь господь это тот кто открывает или закрывает уста и открывает чрево женщины или закрывает и все в его силе но читаем дальше с и господь услышала его зачала ревека жена его я прошу прощения еще раз что я очень подробно сейчас читаю но здесь как бы пророчество и я обязан вам его рассказать чтобы вы увидели почему именно израиль бог избирает это все не как бы прибаутки это текст священных писаний забеременела ревека сыновья в утробе и стали биться один с другим такое бывает почитайте медицинскую литературу когда двойняшки они там начинают толкаться сильно и она пошла вопросить господа кому она пошла ну я вот хочу показать вам у меня есть старое издание это называется бисе это индуктивная схема как изучение библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу если вы открываете здесь на странице 10 есть табличка жизни от сотворения мира но тема здесь такая что здесь показаны годы жизни и смерти авраама сифа и так далее вот сим и он умер в 2156 году от сотворения мира его 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 внуки и правнуки умерли раньше его его пережил только эвер который был его прапраправнуком который умер примерно на 29 лет позднее чем 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 сим а авраам умер 2226 году от сотворения мира то есть он технически пережил пережил шема и эвера но здесь вполне вот исаак он 2253 году умер но здесь вот как раз показывается что по всей видимости она пошла к эверу который в это время еще был жив я имею дурифка и сказала ему помолись что за дела такие во мне там внутри толкаются и так еврейский мидраж тоже говорит пошла и поговорила с эвером я вердал ей пророчество и сказал господь сказал ей два племени во чреве твоем едва но я хочу сказать это не сто процентов ever это может быть еще кто-то другой праведник про которого мы не знаем мы потом читаем про билама помните валаам человек который был в народах на таком же пророческом статусе и уровне как моисей в народе израиля поэтому мы однозначно не знаем но так говорит еврейский мидраж я вам передаю хотите верьте хотите нет это ни на что не два народа во чреве твоем и два разли и они один народ делается сильнее другого и больший будет служить меньшему запущено пророческое слово настало время родить ей и она родила один был красный косматы и ему сказали с of потому что косматы а брат его яков потому что когда он родился он ручкой держался за пятку другого а и и кив на иврите это пятка и яков яков который последишь ну даже так можно перевести последишь он идет за кем-то и исаак в это время был 60 лет когда они родились дети выросли и стал с of человеком искусственным в звероловстве человеком полей а яков человеком кротким живущим в шатрах те из вас кто наверно смотрели какие-то мои предыдущие разные уроки не текунула слышали что я говорил на эту тему не один раз повторюсь на всякий случай такое впечатление с of стал таким мужиком мачо такой гибор такой силач ловкий парень прямо рэмбо он мог поцарапаться и иголкой себе на ходу зашить ранку он был такой крутой а яков он был такой кроткий живущий в шатрах ну почти закончил курсы по поварскому искусству умел готовить хорошие блюда и все такое я слышал так проповедники проповедуют на самом деле это очень поверхностное толкование потому что чтобы истолковать по слову искусственное звероловстве или живущий в шатрах нужно посмотреть где такие слова применялись в начале что известно каин был зверолов и был еще один зверолов вы наверное помните ним рад этот и другой отличились с нехорошей стороны и здесь такой же статус дается и сову возможно он тоже и охотник был неплохой но зверолов или понятия улавливать хищных он умел устами улавливать хищных был человек нехороший непрямой я сейчас скажу есть в новом завете пророчество про и совы или толкование в послании к евреям там написано не будет среди вас подобные сову который был идолопоклонники блудник и вот зверолов она все в той же или улавливающий других своими россказнями а и яков был человеком кротким живущим в шатрах первый раз слова шатер или ойл мы встречаем если не ошибаюсь 9 главе бытия когда ноах благословляет своего сына своего сына шима и яфета и говорит яфет хочешь быть в благословении почивай наполняйся премудростью в шатре шима и вот здесь иаков человек шатра то есть человек который слушал людей посвященных богу возможно того же своего прапрадеда эвера возможно учился у авраама который был кладезь кладезь премудростей и он был человеком посвященным творцу ну пояснил я вам и потом идет странная странная история про первородство я обязан вам ее рассказать чтобы вы поняли чем мотивируются оба их сав и яков я читаю 25 главу и я читаю с двадцать девятого стиха по 34 я уже сказал здесь до этого упоминался момент как авраам умер его похоронили два его сына один который сделал чувак другой который был постоянно близости 29 стих и сварил яков кушанье а исав пришел с поля усталый и сказал исав брату своему даме поесть красного красного этого ибо я устал и после этого к нему прилепилась кличка дом потому что одном это красный это красного яков сказал хочешь кушать продай мне сейчас же свое первородство и сам сказал вот я умираю что мне в этом первородстве иаков сказал поклонись мне теперь же он поклялся ему продал первородство свое иакову и дал иаков и сову хлеба и кушанье и щечевицы он ел и пил и встал и пошел и пренебрег исав первородством я обязан интерпретировать этот текст потому что многие не понимают его и вот как нас белоруссии когда учили как чуется так и пишется но это не совсем так здесь есть смысл внутри во первых мы должны согласиться что человек который пришел с поля и который знает как ходить в поле и ловить что надо он наверняка не будет уж прямо так помирать от голодухи потому что меня когда-то с группой других людей один достаточно серьезный учитель из израиля иосиф шулам водил в пустыню там где есть такой маккеш ах мат матки шаркатан это малый кратер в неделе и он мы шли по пустыне он показывал как вырывается корень каждый такой пучок травы вырываешь вот такой корень он здесь это чистишь этот корень и поешь его и сила будет и даже как будто напился то есть такие рейнджеры как сав которые улавливали людей но могли наверное звери мы выловить не так уж мы должны были прямо помирать от голода и там он же был из известной семьи он мог в любой хананейский дом стукнуть и дали бы ему еды и поесть и попить тем более что он там жену себе взял в хананейском доме потом сав идет киакову и видишь тот готовит красная красная чечевица в некоторых народах востока варили чечевицу не часто аварийную тогда когда кто-то умирал почему чечевица потому что она имеет такое круглый вид и как бы говорят это показывает о бесконечности жизни но перешел из этой жизни в жизнь другую загробную и считали вот и когда сав увидел что яков готовить чечевицу он говорит ему что случилось дед наш умер и по всей видимости это был день смерти или траур по аврааму а он не был свидетелем этом потому что был где-то в полях занимался своими делами и тут же он говорит продай мне за мое первородство дай мне поесть почему он говорит такие странные слова неужели просто по братски невозможно было поделить еду есть одно интересное толкование и я не могу сказать что она на сто процентов библейская но она очень умная я хотел бы чтобы вы просто услышали его наверняка все слышали о двух трех свидетелях многие дела могут делаться при свидетельстве двух трех свидетелях так вот считается что в древнем мире мир держался на парах праведников то есть должно было быть два человека праведных когда мир держится не подвергается божественному суду в котором он был вполне заслужен допустим это были адам и и и и енох потом енох вознесся пришел счет счет адам умер был и нож и миф метушалах самый долгожитель потом метушалаш и ноах потом метушалаш умер был ноах ной и шем потом ноах умер был шем и эвер потом шем умер был ever и авраам и вот авраам умирает и а потом ever умирает был авраам и исхак и вот авраам умирает и должен восстать еще один святой человек который может на своих плечах держать мера меру ходатайства за спасение мира я еще раз повторюсь вы можете не соглашаться с таким учением но она существует и я вам рассказываю его и вот с of стоит и слышит я первенец мой дед праведник умер мой отец исхак праведник и сейчас господь между мной и и иаковым выбирает второго кандидата на праведное стояние перед богом но и сав знает свой духовный уровень и он знает что он секунду перед праведным судом бога не выстоит потому что он по утверждению нового завета был идолопоклонник наверное со своими друзьями хананеями поклонялся идолом и он был блудник не прелюбодей а блудник то есть стандарт святой жизни семьи авраама и исхака он не выдерживал никак и по всей видимости он прекрасно понимал что если предстанет выбрана как первенец перед господом исхак его папа и сав то секунду не проживет потому что праведный суд господа сменит его на более праведного брата и тогда он решает окей я устранюсь я моя задача другая в этом мире а исхак а яков прошу прощения яков человек шатра пусть вместе со своим отцом и моим отцом исхаком будет вот этими праведниками это была причина по которой он передает свое первородство брату и брат разумеется цепляется за это потому что есть люди с духовным видением и духовными планами готовы пожертвовать всем ради того чтобы быть в этих планах а есть те кто пренебрегает этими я вам приводил примеры такими жертвенными подобно иакову который шел на все только бы быть в цепочке вот этого народа избавителя такими было тамар или фомарь по-русски руф которая с ума сходила только бы пойти вернуться вместе с наомью назад и продолжить влиться в эту цепочку такой была раб блудница которая сказала отвергаю все не только ради жизни а ради того чтобы участвовать спасение такой была большева или вирсавия по-русски будущая жена царя давида которая пренебрегла своей честью только бы пойти с давидом потому что от давида должно было идти семя и она грешила зная что ее могут казнить за это короче говоря вот здесь было что-то тоже самое двигаемся дальше мы в следующей главе мы следующей главе а кстати место которое говорит там где не будьте как сав это евреям 12 глава 16 стих чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца который как и сав за одну снять отказался от своего первородства но опять мы возвращаемся к простым бытовым пророческим вещам в семье авраама и читаем мы сейчас в двадцать шестой главе был голод сверх прежнего голода который был во времена авраама и пошел и цхаковыми как авимелиху царю филистинскому в герар господь сказал ему не ходи в египет только это место и толкование говорят ты осветился и странствую по сей земле в 3 стих и и господь повторяет почти все из тех пророчеств которые он клятвенно говорил аврааму я благословлю тебя дам тебе потомство это тебе и потомство ему земли сии умножу потомство твою как звезды небесные здесь данном случае он уже про песок не говорит он здесь говорит что от тебя и хак произойдут звезды небесный один народ от авраама 2 звезды и как песок морской в данном случае как бы он сужает пророчеством выбор и цхака что будет один народ и он говорит и дам потомство им земли си и повторяет тоже пророчество о маши и и благословятся всеми не твоем все народы земли за что почему потому что еще авраам послушался глаза моего и он решил соблюдать что я позовет заповедал ему и ты тоже самое делал и так исаак поселился в гераре жители той земли сказали царю у него у этого евреи евреи почему евреи или еврей потому что он потомок эвера помните эвер евреи перешедший через реку евреи у него красивая жена а в имели их ее хочет забрать смотрит в окно и вспоминает историю которая произошла с его папой которого тоже по случаю звали а в имели и который свое время забрал в свой гарем сару и он помнит что там было не кисло и он пугается то есть ну мы видим как языческий царёк уважительно относится к и цхаку и не хочет наступать в отличие от многих из нас на те же самые грабли учимся сейчас учимся не наступать на грабли и призвал а в имелях и цхака и говорит ему так это жена твоя ты вон с ней игрался он говорит да я подумал испугался и он говорит все уходи компенсировал ему даже поползновение забрать и 12 стих рассказывает нам интереснейшую вещь мы помним что авраам и цхак яков они были не столько хлеборобы сколько скотоводы а здесь мы читаем что вдруг переквалификации цхака случается сел ячменя и пожал во сто крат он был открыт для глаза господня и даже в это суровое голодное время из-за того что слушался господа получил во сто крат вот настоящий харизмат вот настоящая теология преуспевания не то что ты там исповедуешь исповедуешь а твой холодильник до сегодняшнего дня пуст а когда ты слушаешь господа и не ленишься и дерзаешь и поступаешь по слову 13 стих и стал великим сей человек и у него были стада и пахотные поля и филистимляне завидовали ему и они вредили ему засыпали колодцы и пришел к нему а в мэлях и говорит слушай друг удались от нас 16 стих ты стал сильнее нас и он ушел оттуда и ушел в то место которое называется бершева бершева любили многие ее любили вирсавия по-русски почему бершева или вирсавия я потом скажу а это место любили многие авраам и цхаки яков и даже бен-гурион все любили бершеву я больше люблю места вокруг бершевы арад и те пустыни негива когда ты едешь по этим пустыням я не знаю мне так впечатляет это и знаете на иврите слова пустыня мид бар и можно перевести интерпретировать мидабер говорит пустыня может говорить к нам но давайте идем дальше они там копали колодцы которые были во дне авраама филистимняне засыпали их они опять копали опять засыпали и оттуда он перешел 23 стих в вирсавию и господь явился кетсхаку ведь я бог авраама отца твоего не бойся я с тобою благословлю умножу и он устроил там жертвенник и раскинул шатер и пришли к нему туда из герара вимелях и наверное несколько еще таких олигархов герарских и военачальник а вимеляха и сказали ему такие слова господь с тобою и мы сказали мы заключим с тобой завет то есть заветы обычно заключали между царями но если не признают авраама царем князю князем и очень интересно что в бытие в 23 главе в шестом стихе такие же слова говорят аврааму ты господин наш ты князь божий посреди нас это брешит бытие 23 6 и я хочу сказать что подобные слова потом скажут иакову но иакову скажут уже не люди а ангел которого он поборол и он сказал имя твое исраэль а имя в том контексте может быть двояким ибо ибо сары то и ибо потому что ты дрался или боролся с богом это одно толкование другое и сар эль ты будешь божьим наместником или князем сар это божий князь на земле но мы к этому моменту еще потом подойдем а пока они там клялись друг другу а шва это клятва на иврите д.р. это колодец колодец где они клялись друг другу д.р. шева или на русский язык перевели версавию и 34 стих 26 главы говорит что эссав во время всех этих трансфораций берет себе хананейку и потом еще одну хананейку и два 35 стих говорит в тягость они были с хаку и рифки окей я попытаюсь за 10 минут рассказать еще один еще одну часть и это интереснейшая глава которая под номером 27 и здесь происходит благословение и акова и цхак благословлять своего и акова но здесь много каких-то дел хитростей рифка замешана какая-то пошивочная мастерская где они берут казинную кожу ли и одевают на руки и акову я бы назвал эту часть моего толкования спектакль и цхака или можно проще фигара здесь фигара там первый стих когда и цхак состарился притупилась зрение глаз его он призвал старшего сына своего веса во любил его больше это папина право и сказал ему сын мой тот сказал ему вот я это я состарился не знаю дня смерти моей возьми принеси мне чего поесть голодал князь то есть ну там было все но наверное захотел какой-то особенной еды что меня в этом стихе на востряет мой интерес когда мы читаем эти стихи ощущение что ну вот не сегодня завтра и приложится и цхак народу своему я думаю большинство даже никогда не удосужилась посчитать сколько после этого и цхак прожил если вы посчитаете правильно то сын предпоследний сын иакова уже был взрослый его уже братья продали в рабство а и цхак еще был живой он после этого прожил еще лет 40 как минимум но здесь он разыгрывает спектакль для чего он его разыгрывает он проверяет не из сава с савом он все понимал он проверяет иакова про которого он знал из пророчества которое мужина рассказала о двух народах что младше будет большим он все это знал и сам был супер посвященный господу богу человек но он хотел проверить через испытание соответствует ли иаков позиции где он может влиться в эту цепочку праведников или ему понадобится еще очищение короче говоря он зовет и сава говорит иди принеси мне еду рифка услышала это и она подобно саре я хочу здесь многим мужьям сказать что очень часто уж он пророческий чуйка нюх интуиция помазание или дар как хотите назовите намного более развита чем у мужчины рифка понимает что что-то здесь не то и она бежит к якову играть я слышала я это слушай что сделаем пойди козленка закали я их так приготовлю что он не отличит козленка от серны она наверное позвала хорошего армянского повара и он все сделал там как надо а а она пока сшила я повторяюсь иакову из казиной шкуры какие-то наручники чтобы ввести в заблуждение одного из величайших пророков и цхака какой-то этой и мы видим что все сработало понюхал его и цхак ощупал его и цхак и говорит голос как у якова а запах как у эссава на эту тему есть тоже множество толкований именно вот на эту фразу я их пропущу сейчас но после еды яков говорит я благословлю тебя и он провозглашает для иакова в двадцать восьмом стихе целый ряд благословений говорит да даст тебе бог от росы небесной роса небесная используется в исае написано и сойдет роса хермона и воскресит мертвецов твоих роса это символ воскресение из мертвых или особенной духовности и оттука земли благословение оттука земли это нефть или газ когда мы потом почитаем как он благословляет эсава там про тук росы или от росы небесной ничего не говорится но говорили может говориться но во втором числе в начале оттука земли и посмотрите саудовская аравия бахрейн кувейт и рак иран многие те кто позиционирует себя как дети и сава питаются туком земли до сегодняшнего дня но давайте дальше про якова да даст тебе господь бог от росы небесной то есть духовное благословение духовные касающиеся исправления мира потому что роса роса растений и воскреснут мертвецы есть такая фраза в исае я потом вам найду и скажу оттука земли но вот сегодня израиль уже и до газа добрался множество хлеба и вина да послужат тебе народы и да поклонится те племена это по всей видимости вот это двадцать девятый стих это больше касается машиах аишуа которому служат народы и поклоняются племена будь господин она нам над братьями твоими да поклон все сыны матери твоей и проклинающие тебя проклятый благословляющийся благословенные короче вот эти пророчества и ах и цхак провозглашает для якого и после якого ходит приходит исав и смутился и цхак он смутился он понял что его искусно провели и хоть он пророк и сам должен был все это делать но как я сказал я называю эту гору фигара здесь фигара там он испытывал всех и иаков бросился и проиграл это испытание отцом потому что он готов был пойти ради принадлежности к этому первородству или к этому наследию благословению к этой цепочке праведников чтобы забить эту скалу для будущего народа он готов был на все и он не усмотрел что там произошло но очень часто в нашей жизни такое случается и нам не нужно пугаться потому что его же тезка якова апостол яков говорит с радостью братья мои принимайте когда какие-то приключения получаются вашей жизни потому что испыт пройдя испытания вы будете более опытный вот этому якову про отцу якову потребовалось еще мудрости испытаний короче говоря мы читаем как как и и цхак благословляет и сова и он говорит в начале оттука земли будет твое обитание ну и от росы небесной тоже получишь то есть я ошибся там есть тоже благословение с небес но она уже вторично ты будешь жить мечом мы знаем что дети сава много людей убили и будешь служить брату но потом отвергнешь его и прочее и возненавидел и совы якова но я думаю в тот момент иаков и ревека не на шутку испугались потому что как говорят в народе у сава упала планка он говорит первородство я отдал по написанному а благословение он у меня просто выкрал я убью его и они хотели защитить своего сына и цхак и ревека но не только защитить а они хотели чтобы сын изменился и они говорят слушай иди возьми там себе жену в другом месте иди туда проведешь там какое-то время гнев брата уляжется и между строк читаем а ты изменишься ты будешь потом достоин вернуться чтобы стать князем божьим подобно как я и так говорит про себя или подобно как твой дед авраам короче говоря фигару здесь фигару там но мы видим что даже избранные люди проходят через испытания потому что господь бог созидает свой народ ну наверное здесь я опять остановлюсь и скажу вам продолжим в следующий раз продолжим следующий раз пусть господь благословит каждого попробуйте не только к фактам мною сказанным отнестись серьезностью но и к духу писания которая учит нас но я хочу повториться и сказать бог созидает народ анти вавилон честь большая быть частью этого народа и здесь не только кровь или мысли здесь еще и посвящение и дух божий я хочу попросить господа бога ободрить каждого из нас вас нас всех нас чтобы мы могли заценить и благодарить творца что через машиха еще через сына божьего избавителя и спасителя мы стали все детьми авраама и мы продолжаем путь главное чтобы мы могли продолжать его в страхе господнем пусть бог поможет каждому и байзрата шем с божьей помощью следует встретимся на следующей неделе шалом всем